На остановках стало больше людей, в автобусах теснее, а время в пути увеличилось вдвое. В микрорайоне Сорокина закрыли мост, который вел к центру Заринска. У местных жителей, а это больше 10% населения города, стало больше хлопот. Например, аптека, в которой выдают льготные лекарства, находится как раз в микрорайоне, недалеко от закрытого моста. Раньше она была в центре артерии, соединяющей город, микрорайон и села. Когда транспорт пустили по объездной, она оказалась на периферии. Вот у нас единственная аптека, я про свою аптеку могу сказать, которая занимается изготовлением лекарственных средств, в том числе детям для физиолечения. И все приезжают к нам как бы с города, потому что в городе нет такой аптеки. А теперь нужно всем ехать, понимаете, в круговую. Это намного дольше. Этот мост не был рассчитан на большегрузную технику, но грузовики ходили без ограничений, поэтому теперь ему нужен ремонт. Ну, простите меня, если в мосту 50 лет и он не предназначен для тяжелых, какой тут ремонт-то, прости меня, пусть мы подождем, чтобы было надежно, крепко. Предстоит не ремонт, а масштабная реконструкция. Уже найден подрядчик, проект разрабатывают. Здесь предполагается замена всех несущих пролетных конструкций, замена, соответственно, и ограждений, и покрытий, удлинение вот этих дорожных ограждений на подъездных путях, замена освещения. Также проектировщики предложили усилить опоры. Решать проблему с мостом придется Виктору Асгалдяну, который возглавил Заринск совсем недавно. Он уже встречался с министром транспорта края на проблемном объекте, а пока администрация принимает оперативные меры. Мы сделали объезд, сегодня мы компенсируем бензин. За то, что перевозчик возит тариф, на билет не поднялся, но в то же время время увеличилось в 20 минут в одну сторону. Если туда-обратно, порядка 40 минут. Ну и, конечно, понимаем, что это некомфортно. На аварийном мосту побывал и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Он приехал в Заринск в рамках региональной недели и вместе с главой города обсудил совместные действия по поиску источников финансирования, что важно в условиях дотационного региона. Сегодня мы с Виктором Шагеновичем обсудили поэтапный план восстановления моста, в том числе обсудили, где и как искать источники финансирования. Исходя из того, что мы сегодня отсмотрели, исходя из того, что увидели, безусловно, это и технически сложная составляющая, и, безусловно, потребует достаточно большого финансирования. Получить заключение по проекту в администрации планируют уже к апрелю. На работы потребуется не меньше года. Но ради безопасности и комфорта многие местные жители готовы ждать. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.